Бороться и искать, найти и не сдаваться. Этот девиз из приключенческого романа «Два капитана» Вениамина Каверина мы помним с детства. 19 апреля русскому советскому писателю, драматургу и сценаристу Вениамину Александровичу Каверину исполняется 120 лет со дня рождения. Будущий писатель родился в 1902 году в Пскове в семье капельмейстера 96-го пехотного омского полка Абеля Абрамовича Зильбера. С женой Анной Григорьевной и тремя детьми отец перебрался в Псков из Выборга. В Пскове к двум дочерям и сыну прибавилось еще три мальчика. Вениамин был младшим. Позже писатель назовет свою семью сложной, недружной, но по-своему замечательной и заметной в провинциальном городе. Еще бы! Из нее вышли Вениамин, известный писатель, Лев, ученый-вирусолог, создатель Советской школы медицинской вирусологии, Александр, композитор, взявший в псевдоним Ручьев, Давид, гигиенист, профессор, Елена, в замужестве Тынянова, музыковед, Мирьям, Мира, в замужестве Румель, искусствовед. Мать Анна Григорьевна, выпускница Московской консерватории, виртуозно играла на рояле и спасала чахлый семейный бюджет платными уроками музыки. Благодаря ей в Пскове побывали Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин. Все дети в семье Зильберов умели играть на разных инструментах, много читали и с любопытством внимали дискуссиям взрослых, обсуждавших культурные события в городе и в стране. Творческий псевдоним он дважды провалил экзамен по арифметике. Детство закончилось в 1918 году, когда в Псков вошли немцы. Уходить от суровой действительности помогали книги. Молодежь, реалисты, семинаристы, студенты спорили о творчестве Максима Горького, Леонида Андреева, Александра Куприна. Авторитетом для юного Каверина был друг Льва Юрий Тынянов, который женился потом на старшей сестре Вениамина Айгене. Тынянов раскритиковал полудетские стихи 13-летнего Вени, хотя и отметил хороший слог. Он первым посоветовал Каверину писать прозу. В 1919 году Вениамин переехал в Москву. Там окончил среднюю школу и поступил на историко-филологический факультет университета. Одновременно служил в студенческой столовой. Потом работал в библиотеке Московского военного округа и в художественном подотделе Московского совета. В 1920 году по совету Юрия Тынянова Вениамин переехал в Петроград, где продолжил образование на философском факультете университета, одновременно обучаясь на арабском отделении института живых восточных языков. В том же 1920 году Дом литераторов объявил конкурс для начинающих писателей. Каверин представил на него рассказ «Одиннадцатая аксиома», зашифрованный девизом «Искусство должно строиться на формулах точных наук». В конкурсе участвовало 318 авторов. Из шести премий одна была присуждена Каверином. Этот первый и важный успех помог писателю поверить в свои силы и обрести творческих единомышленников. Первый же его рассказ вызвал заинтересованное внимание Максима Горького. Важную роль в творческом формировании писателя сыграло его участие в литературной группе «Серапионовые братья». Впервые название «Серапионовые братья» было озвучено на первой встрече молодых писателей, решивших объединиться в свое собственное литературное сообщество в феврале 1921 года. Это название стало своего рода отличительным приветственным знаком Дружеского союза единомышленников, готовых именовать друг друга братьями по литературному цеху. Это были Лев Лунц и Константин Федин, Михаил Слонимский и Николай Никизин, Всеволод Иванов и Николай Тихонов, Михаил Зощенко и Вениамин Каверин, а также их идейные наставники Виктор Шковский и Корней Чуковский. Каверина называли брат-алхимик за его пристрастие к сюжету и чрезмерное увлечение стилем. В 1922 году Вениамин женился на сестре своего друга и наставника Юрия Тынянова Лидии. Каверин видел в Юрии друга учителя и сначала в шутку, а позже всерьез называл его своим домашним университетом. Лида вышла замуж за Каверина, когда ей исполнилось 20 лет, разделив с ним далеко не легкий жизненный путь. Она тоже писатель. Ее перу принадлежат повесть о великой актрисе, посвященной Ермоловой, друзья-соперники об английских естествоиспытателях Дарвине и Уэллсе, и, конечно же, друг издалека о русском антографе Миклуха Маклая. Книголюбы ценят ставшую редкостью ее книгу «Мятежники горного корпуса», в свое время запрещенную цензурой. В 1922 году был опубликован первый рассказ писателя «Хроника города Лейпцига» за 1800 многоточий год. В 1923 году вышел первый сборник рассказов Каверина «Мастера и подмастерья». И в этом же 1923 году Каверин окончил Институт восточных языков. В 1924-м университет. Как лучший из выпуска Вениамин остался в университетской аспирантуре. Филологов привлекали малоизвестные русские авторы начала XIX века. Одновременно Вениамин преподавал в Институте истории искусств. В 1929 году с блеском защитился в Институте истории искусств. В начале 1930-х литератор сочинил пьесы, которые взяли в репертуар именитые режиссеры. Всеволод Мирхольд предлагал Каверину сотрудничество, но тот отказался, сосредоточив силы на повестях и романах. Известны пьесы «Укращение мистера Робинзона. Комедия в шести картинах» 1933 года. И более позднее «Утро дней». Первоначальное название пьесы «Тревожная юность» 1954 года. Во многих произведениях Каверина присутствуют фантастические элементы. Его ранние рассказы, вошедшие в сборник «Мастера и подмастерья», такие как «Хроника города Липска» за 1800-многоточие год, «Манекен Футерфаса», «Пятый странник», а также рассказы «Инженер Шварц», «Стелеры», «Щиты» обнаружат влияние немецкого романтизма и экспрессионизма. Недаром своими любыми русскими авторами он называл Гоффмана и Стивенсона. Более поздние рассказы, написанные после 1925 года, такие как «Большая игра», «Ревизор», «Голубое солнце», «Друг Микада», «Сегодня утром» и другие, включенные в сборник «Воробьиная ночь», вышедшего в 1927 году, несут характер сатирического гротеска. К фантастике писатель вернулся в 60-80-е годы XX века, создав несколько произведений детской фантастики, такие как «Повесть Верлиока», «Сказочные рассказы о легких жаке», «Снегурочка», «Летающий мальчик», «Сын Стекольщика», «Рисунок». С начала 30-х годов Каверин приступает к написанию романов, в которых ставил задачу не только передать свои знания жизни, но и выработать собственный литературный стиль. В 1931 году выходит роман «Художник неизвестен» о судьбах русской интеллигенции XX-х годов. Роман «Исполнение желаний», как и несколько последующих «Два капитана», «Открытая книга» пользовались большой популярностью. Отличают романы Каверина не только изысканный стиль, но и замасловатые сюжеты, контрастные характеристики героев. Самое популярное у читателей произведение писателя – роман «Два капитана». Создавался им в 1938-1944 годах. Этот роман о справедливости, о верности и предательстве. Девиз романа «Слова бороться, искать, найти и не сдаваться» – это заключительная строка из храстиматийного стихотворения «Улис» английского поэта Альфреда Тенниссона. Вениамин Каверин вспоминал, что создание романа «Два капитана» началось с его встречи с молодым ученым-генетиком Михаилом Лобашовым. Лобашов рассказал Каверину о своем детстве, странной анимате в ранние годы, сиротстве, беспризорничестве, школе коммуни в Ташкенте и о том, как впоследствии ему удалось поступить в университет и стать ученым. Образ капитана Ивана Львовича Татаринова напоминает о нескольких исторических аналогиях. В 1912 году в плавание отправились три русских полярных экспедиции – на судне «Святой Фока» под командованием Георгия Седова, на шхуне «Святая Анна» под руководством Георгия Брусилова и на боте «Геркулес» с участием Владимира Русанова. Писатель рассказывал, что для моего старшего капитана я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мыслей, ясность цели, все, что отличает человека большой души. Это был Седов. У другого – фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов. Дрейф моей Святой Марии совершенно точно повторяет дрейф брусиловской Святой Анны. Каверин писал, «Дневник штурмана Климова, приведенный в моем романе, полностью основан на дневнике штурмана Святой Анны Валериана Ивановича Альбанова, одного из двух оставшихся в живых участников этой трагической экспедиции и сохранившего и передавшего письма экипажа родным». Прототипом главного персонажа, романа Сани Григорьева, послужил военный летчик-истребитель Самуил Яковлевич Клибанов. До войны он был полярным летчиком, шеф-пилотом аэрофлота, прокладывал авиационные маршруты к ненецким стойбищам. Каверин с Клибановым незадолго до войны познакомил писатель Лев Успенский. В годы войны Самуил Клибанов был старшим лейтенантом, заместителем командира бомбардировочной эскадрильи и проявил мужество и героизм, за которое в октябре 1941 года он был награжден Орденом Красного Знамени, а в марте 1942 – Орденом Ленина. Из биографии Клибанова писатель взял историю полета в становище Банакан. В пути неожиданно началась пурга, и катастрофа была неминуема, если бы летчик не использовал придуманный им тот же способ крепления самолета. Этот эпизод был рассказан летчиком-писателю и вошел в роман. Погиб Самуил Клибанов в ночь с 15 на 16 апреля 1942 года в небе над Витебском. По заданию командования самолет шел последним. Летчик выполнял арофотосъемку результатов налета советской авиации на железнодорожный узел. Задание машины не вернулось. Экипаж признали пропавшим без вести, и до сих пор поисковики ведут работу. По поиску машины, но безрезультатно. В годы Великой Отечественной войны писатель побывал на Ленинградском фронте и Северном флоте, как корреспондент известий. Пережитое нашло отражение в книгах. В 1944 году вышло продолжение романа «Два капитана», и в том же году роман был достоин Сталинской премии. Неизвестно, как сложилась бы судьба Каверина, не напиши он этот роман. И вполне возможно, что писатель разделил бы участь своего старшего брата, академика Льва Александровича Зильбера, которого трижды арестовывали и отправляли в лагеря. В 1946 году вышло известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В страхе прежние друзья отвернулись от писателей Зощенко и Ахматовы. Вениамин Каверин помогал Михаилу Зощенко, которого лишили пенсии, деньгами. Честность и порядочность всегда были в принципе жизни и творчества Каверина. Писатель не был диссидентом, хотя не раз мужественно защищал коллег, попавших в опалу. Предельно откровенную оценку строю и литераторам, потакавшим лжи и подлости, Каверин дал в книге мемуаров «Эпилог», которую написал в стол в 70-е годы. Жесткой критике подверглись Алексей Толстой, Валентин Катаев, Константин Симонов. О публикации «Эпилога» в стране не могло быть тогда и речи. Но печатать мемуары за границей Каверин не хотел. Рукопись хранилась тогда у изгнанного из СССР Владимира Войновича. И вышла она в 1989 году на родине. Каверин дождался сигнального экземпляра книги. Произведения Каверина активно экранизировали. Фильм «Чёртово колесо» был снят в 1926 году режиссером Григорием Козинцевым и режиссером Леонидом Траубергом. По повести «Конец Хазы». Это не мой фильм с субтитрами, но он есть в сети. Сюжет таков. На гулянии в саду народного дома краснофлотец Иван Шурин познакомился с Валей. И пропустив назначенное время, опоздал к уходящему на крейсер катеру. На следующее утро он должен был идти в дальний заграничный поход. И его небольшая задержка обернулась дезертирством. Молодых людей приютили артисты, оказавшиеся на деле обыкновенной шпаной. Не захотелось став воров, Иван бежит и сдаётся властям. А после суда от товарищей, справедливого наказания, он возвращается в прежней жизни. Роман «Два капитана» был экранизирован дважды. В 1955 году режиссёром Владимиром Венгеровым вышел на экраны в 1956 году. И вторая экранизация была сделана режиссёром Владимиром Кареловым в 1976 году. Фильм вышел как шестисерийный вариант в 1977 году на телеэкраны. 19 октября 2001 года в Москве состоялась премьера мюзикла «Но тост», созданного по мотивам этого романа. 11 апреля 2002 года на Северном полюсе авторами мюзикла Георгием Васильевым и Алексеем Ивашенко был водружён флаг «Но тоста» с мессмертным девизом полярников «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Были экранизированы романы «Открытая книга» и «Исполнение желаний», а также «Повесть поворот». В 70-е годы были экранизированы романы «Открытая книга», «Исполнение желаний» и «Повесть поворот», которые вышли на советском экране. Сам Вениамин Каверин наиболее удачной экранизацией своих произведений считал телевизионную версию «Повести школьный спектакль». Суть в том, что четверо юноши старшеклассников выбрали себе одну и ту же даму сердца, их одноклассницу Варю Самарину. Из-за своих переживаний ребята совсем перестали учиться. Но в этот момент им на помощь пришёл учитель литературы Андрей Данилович. Он предложил своим ученикам поставить спектакль. Благодаря этой постановке ребята смогли разобраться в своих взаимоотношениях. Сценарик к телефильму написал сам Каверин, а поставила режиссёр Нина Зубарева. В поздние годы Мениамин Каверин жил в основном в писательском посёлке Переделкино под Москвой, давая о себе знать не только своими произведениями, но и выступлениями в защиту культурных свобод и гонимых художников. Он добивался литературной реабилитации Тынянова и Булгакова, подписал обращение в защиту Синявского и Даниэля, поддерживал Солженицына. Чтен управления Союза писателей Каверин стал только в 1986 году, всего за три года до смерти. Из поздних произведений Каверина необходимо отметить роман «Перед зеркалом» 1971 года, повесть Северлиока 1982, а также автобиографические книги «В старом доме» и «Освещённые окна». Феанимир Александрович не прекращал писать до последних дней, даже когда уже не было полной уверенности в том, что все замыслы удастся осуществить. Одной из последних работ Каверина стала книга «Новое зрение» о лучшем друге и родственнике Юрии Тынянове. Соавтором книги стал молодой тогда ещё критик и литературовед Владимир Иванович Новиков. Но в послесловии книги литературный критик Андрей Михайлович Турков писал, «Так в ранней юности, тёстр с умятицей бушевавших литературных бурь и баталий, Каверин нашёл себе друга, советчика, высокий научный и человеческий авторитет или всё сразу в лице Юрия Николаевича Тынянова, героя этой книги, и навсегда, как это вообще для него характерно, сохранил рыцарскую преданность этому имени». Владимир Новиков с авторности с Ольгой Новиковой написал книгу «Вениамин Каверин. Критический очерк». Книга вышла в московском издательстве «Советские писатели» в 1986 году. Вениамин Каверин умер 2 мая 1989 года, прожив 87 лет и похоронен на Ваганьковском кладбище. Его дети, сын Николай и дочь Наталья, выбрали медицину. Дочь стала фармакологом, работала старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института фармакологии Российской Академии Наук, написала монографии по фармакологии. А сын был вирусологом, защитил докторскую и стал профессором. В честь Каверина назван астероид 2458 «Веня Каверин». В городах России установлены памятники героям романа «Два капитана». На родине Каверина, Пскове, в 1995 году, неподалеку от областной детской библиотеки, носящей имя писателя, автора «Двух капитанов». И в апреле 1997 года у здания главпочтампа Пскове, на месте дома, где родился Каверин, открыта мемориальная доска, а также памятная доска есть на здании Псковской гимназии. В городе Полярный, Мурмонской области, где Каверин служил, будучи военкором известий, в честь писателя названа площадь двух капитанов. Именно в этом городе устроил писатель встречу героев романа Кати и Александра Григорьева. Каверин был лично знаком с моряками-подводниками, полярными летчиками, жил с ними бок о бок. Он использовал в произведениях художественно-переосмысленные рассказы из реальной службы своих друзей, тем самым создав достоверную картину событий, поэтому читать их так интересно. Познакомиться с книгами Вениамина Александровича Каверина, перечитать его романы, сказки, рассказы, статьи и воспоминания, литературу о самом писателе вы сможете в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова. Субтитры создавал DimaTorzok